Ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, у микрофона как всегда ваш покорный слугом Амор и мы начинаем летсплей по новой, увлекательной игре Careable Space Program Я не буду объяснять, что тут и как потому что много гайдов, много видеороликов на ютубе Я просто начинаю летсплей, да, я буду объяснять некоторые нюансы, некоторые особенности моей игры Особенность данного летсплея, в частности, будет заключаться в том, что тут не будет нудных, долгих, занудных разговоров, построек кораблей и прочего Тут будет только конструктив, только полеты, только самое интересное и только самое нужное У меня не просто ванильный ксп, тут у меня ксп с модами Можем видеть, как минимум, хотя бы облака, можем видеть еще тут кучу модов Например, мод Key, я думаю, многие с ним знакомы Он позволяет нам собрать все научные данные, которые нам доступно собрать со всей нашей научной базы Я не считаю, что этот мод читерный, он просто экономит на время Пока я изучать ничего не буду, я, пожалуй, возьму сейчас наш первый контракт Запустить наш первый аппарат и собрать научные данные с Кербина Самые первые контракты, которые мы можем выполнить А, да, да, же, также забыл сказать, что наша цель, цель вообще всей сборки Это будет постройка, скорее всего, какой-нибудь обитаемой базы на Марсе Есть у меня такая цель, и я хочу ее достичь Так же, как говорим в World, я ни разу не достигал подобной цели здесь, в КСП Но с вами, я думаю, у меня будет тимул пройти эту игру Думаю, это будет очень интересное и увлекательное путешествие Тем временем я собрал наш первый корабль Ничего в нем особенного нет Сгустки слизи, твердотопленный ускоритель Нам больше ничего, в принципе, не доступно И давайте запустим Для начала мы соберем наши данные с Кербина Если нам позволят это сделать Ладно, ничего страшного Мы запускаем наш первый космический обратно Да, немножко Да, бывает и такое То, что я немножечко задумаюсь о чем-нибудь И у нас в итоге все нахрен взорвется Не надо было мне жадничать И все-таки прибавить изначально топливо Ну, в этот раз мы нормально приземлились И ничего такого в этом не произошло Так, мы собираем наши научные данные Которые мы можем Чтобы выполнить задание И доклад экипажа также мы делаем Замечательно Входим и забираем наш первый космический аппарат Который у нас мог взлететь нашей необъятной планеты Двадцать девять науки, неплохо Теперь я предлагаю войти в космический центр Изучить наши основы И продвинуться в сторону науки В первую очередь я улучшил наш центр Оигрососмических программ А во вторую я улучшил центр слежения Это позволит нам корректировать нашу орбиту на Кербинах Я взял два задания Которые нам Говорят, чтобы мы вышли за пределы атмосферы И скорректировали нормальную орбиту вокруг Кербинах Не такой небольшой у нас получился Марк Первый Который просто спутник Который будет вращаться вокруг орбиты Кербинах Ничего сверхъестественного он себя не представляет Первая ступень Это просто у нас бак с топливом Две маленькие двигатели искра Дальше идет просто два топливных бака И двигатель факел А также, ну, я думаю У нас Геродина нету Поэтому придется все-таки Геродин один поставить По деталям я уложился Даже еще можно много установить сюда Но я пока этого делать не буду Потом будут научные уже миссии непосредственно И в космос, и на Умуну А у меня очень много планов на эту тему Снова уберем ротацию И снова запустим Я даже, думаю, слишком много дельтовой взял Для такой маленькой ракеты Главное, до тысячи метров Не превышает нашу скорость Более трехсот метров в секунду То есть не выходить за пределы Одного маха Наша высота, в принципе, поднимается Неплохо Кстати, вон луна По-хорошему, ну, можно уже начинать Набирать орбиту Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Куда-куда-куда падаешь ты, ё-моё Это было... Этого не было запланировано Что-то, по-моему, я переборщил с орбиты Но неважно Сейчас можем выйти на орбиту Главное, сейчас не напутать ни с чем Берегилий, главное, поднять сейчас Оп, замечательно Всё, останавливайся Ворваемся до точки нашего ускорения Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Какой-то он слишком резкий получился Так, надо посмотреть, на какую орбиту мы вышли Берегилий 115 А по гелий 135 Замечательно Да, это... Он, в принципе, неуправляемый Получился спутник, но, тем не менее, мне его хватит, чтобы снять Данные температуры Передать их Передать, я говорю, их И данное атмосферное давление, чтобы их тоже передать У меня электроэнергия даже осталась Показания в вакуум А температура какая тут у нас 321 градус по Кельвину Хорошо Я думаю, его самое время Свести с нашей орбиты, потому что у нас Все достижения возможные выполнились Убираем антенны Сохраняемся Я не знаю, зачем, но с большой вероятностью Наш спутник просто разобьется В землю Потому что у нас просто не хватит Ничего То есть надо было прицепить сюда хотя бы парашют Для того, чтобы ей была возможность притормозить Тем более у нас кончилась электроэнергия И он вообще теперь стал неуправляемый Но зато я Собрал достаточно научных данных Я то есть даже не могу дать газу То есть нет, вот иконочка горит Нет связи с сон там Он разбивается в нижних слоях Разобьется, точнее Этого следовало ожидать Он даже не долетет Нижних слоев атмосферы Так, посмотрим У нас 1 миллион денег Это очень за глаза И поэтому я предпочту сейчас улучшить наш Наушный исследовательский комплекс Центр Кабраната Это же нужно улучшить Вот эти вот вещи нужно улучшить И пока, думаю, хватит Потому что нам больше ничего по сути не нужно Как мы можем видеть Наш кей нам позволяет Доложить еще наушные данные С нашего Кербина Потому что мы изучили Несколько модулей научных данных Которые мы можем собирать И с нашей наушной данной Он позволяет нам собрать некоторые данные КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ